Для этого цикла с темой «Инвестировать себя» я так задумался и понял, что я никогда в себя не инвестировал. Ну, то есть, вот я никогда сжал супы, не шел инвестировать в себя. То есть, вот ты встал и думаешь, так, я должен инвестировать в себя, мне нужно выучить английский язык. Все, я сейчас пойду, вместо ресторана или, там, не знаю, вместо кино, пойду инвестировать в себя, учить английский язык. Просто такого события не было в моей жизни ни разу. Я думал, так, надо изучить, там, я не знаю, что-нибудь, там, язык программирования C++. И я вот стиснул зубы, вот, то есть, я вообще, то есть, я часто работал, стиснул зубы, то есть, не хочется идти на работу, надо зарабатывать деньги, я иду, работаю. Понятно, да, чтобы работал, получил за это, там, зарплату. Но инвестировать в себя бесплатно, ну, в смысле, ты инвестируешь в себя, все же сразу не платят за то, что английский изучаешь. Я никогда этого не делал. И при этом я как-то вроде как что-то умею делать, я подумал, а как же это так вот произошло в моей жизни, и благодаря вот этому приглашению я порефлексировал немножко над этим. Но я вам расскажу про свою судьбу, вот, как вот я, собственно говоря, никогда в себя не инвестирую, тем не менее, какой-то капитал символический приобрел. Вот. А, но сначала у меня есть несколько общих соображений относительно того, что происходит в мире, и в России в том числе, которые важны для этой темы. Значит, первое, что мы видим, это отдача от образования снижается. И во всем мире включая Соединенные Штаты. То есть, если мы посмотрим стоимость обучения, например, в университете, сколько надо потратить денег, чтобы получить там диплом бакалавра, и сравним это с прибавкой к зарплате, которую вы получите, если вы получите диплом бакалавра, или если вы не получите диплом бакалавра, а сразу пойдете работать, то пока это еще в плюс, но разница гораздо меньше. То есть, она уже в три раза меньше, чем была там 20-30 лет назад. То есть, все менее и менее выгодно вкладывает в себя в плане, пошел учиться в университет. Это мировой тренд. Это будет продолжаться и ухудшаться, и есть очень много голосов о том, что хватит вообще раздавать это образование. Образование не приводит к росту валу национального продукта. Вот недавно нам тут рассказали, у нас была пятая лекция в школе, на сколько я часто по вечерам, значит, у нас такой издушкой школы экономики, экономист и социолог образования, сказал, что последние данные показывают, что если бы Китай не вкладывал в свои университеты, так много он вкладывает, его Google P рост бы на 2,5 пункта в год быстрее, чем он сейчас растет. Они замедляют свое развитие из-за того, что они думают, что мы сейчас сложимся в образовании, будем сильно развиваться. На нем, на самом деле, как бы, опять же, затраты больше, чем доход получили. Вот это первая мысль, которую надо вообще иметь в виду, потому что идея того, что любое образование сразу поможет вам куда-то там. Продвинуться это неправда. Ну, в смысле, это все еще правда, но все меньше и меньше. Второе важное мысль, тоже из этой лекции, кстати, я пощеркнул, это то, что важно, чтобы, кроме ваших каких-то навыков, чем вы умеете делать, у вас еще было то, что называется вылабилити. То есть вы должны быть готовы в любой момент сказать, ага, мои навыки востребованы в другом городе, я снялся, переехал. Если у вас таких возможностей нет, нет желания, например, вы как бы чему-то научились, но вообще-то вам хотите жить в другом городе, например, или там вот здесь, то гораздо меньше пользы от того, что вы чему-то научились. Потому что если вы чего-то научились, то вы не готовы ради приложения своего компетенции сильно менять свою жизнь. Опять же, пользы от этого немного. Третья мысль. Польза от образования падает, но неравномерна. Польза от образования, вообще говоря, отрицательная у тех, кто плохо учится. То есть у тех, кто учится плохо, они вкладывают в образование больше ресурсов, чем потом получают. Вот если вы слышали разговоры про американские, значит, колледжи, когда люди выходят с долгами, там, несколько сотен тысяч долларов, потом устраиваются на работу, всю жизнь потом не могут выплатить этот долг, это история не про выпускников в Стенфорде. Это история про выпускников средненьких университетов, которые еще, к тому же, не самые лучшие студенты. Вот они не получают никакой прибавки к зарплате благодаря своему образованию. Вообще говоря, это накладывается на то, что мы все время рисуем нашим всяким ультурентам в САС. САС нам открывается, с полуодна остались. Мы рисуем вот такую вот, такую линию, вот такую. Это уровень труда. А это вот этот уровень компетенции. А это количество рабочих мест. Где не будет рабочих мест, их не будет посередине. Самое плохое, что вы можете сделать сейчас, это приобрести рутинные интеллектуальные компетенции. Вот, хуже карьерной траектории быть не может. То есть, либо надо работать с официантом, работа официанта не исчезнет, все будет нормально. Либо надо быть очень крутым. А если вы где-то в середине, то вы остаетесь без работы. Но у нас социальное государство, вы без работы не отстанетесь, будете получать зарплату просто 25 тысяч рублей. И вы, соответственно, выживаете. Поэтому, понятно, да, это понятно, почему, собственно говоря, только отличники, условно говоря, оказываются здесь. Потому что отличник, как бы, имеет шанс попасть сюда, здесь высокооплачивают рабочие места. А такой троечник, он оказывается здесь. И лучше бы он вообще не учился, а остался бы у себя. Путыл закончил бы, с пол получил, нормально работал с товарищем, зарабатывал бы больше и не мучился бы, инвестируя постоянно в себя. Заходил бы в кино. И еще, конечно, хорошо бы иметь уникальные какие-то качества. Потому что в связи с автоматизацией, если у вас есть массовая подготовка кого-то, и вы делаете то, что делают многие другие люди, вы уже проиграли. Потому что из-за того, что все масштабируется, автоматизируется, не нужно много людей, которые что-то умеют делать. Нужно мало таких людей. Если таких кандидатов много, соответственно, у вас зарплата маленькая. А если вы один такой, то вы можете диктовать свою условию на рынке труда. Потому что вы подождаете, вы выбор и нет. И он, соответственно, должен у вас выходить. Но это скучная часть. Я все это сделал для чего? Для того, чтобы сказать, что если вы пытаетесь инвестировать себя через силу, вы как раз нарушаете все эти правила. Во-первых, вы очень много отдаетесь силы, соответственно, и средств без гарантии того, что вы потом вернете. Это вам как-то с помощью, не знаю, роста зарплаты или еще чего-нибудь. Или карьеры. Во-вторых, вы, если вы делаете что-то через силу, вы, скорее всего, делаете это не лучше всех. Правильно? Вот приучить английский язык. Это абсолютно бессмысленное занятие, если вы не рассчитываете превзойти уровень гугл-переводчика. Потому что если вы выучили английский язык, то гугл-переводчик все равно переводит лучше, чем вы. Лучше вы научитесь пользоваться гугл-переводчиком за один вечер. И не учите английский язык. Тем более, они сейчас уже будут устную речь переводить точно так же. То есть, либо вы должны стать хорошим человеком, переумным лицом. Человек, вы знаете, что английский язык на уровне лучше, чем постоянно совершенствующийся, между прочим, гугл-переводчик. Я думаю, что большинство людей, которые заканчивают у нас факультет романа германии, психологи, они проигрывают уже гугл-переводчику. Потому что, ну... Вот. Либо не надо его учить. Сходите лучше в ресторан. Или кино посмотреть. Здесь вообще, например, все эти два примера кино и ресторан. Я просто понимаю, что он очень граничный человек. Да, я не знаю. Вот. Какое решение? Решение – это, собственно, название вот этой лекции, а именно копи как инвестиция. Если вам удастся или кому-то удастся организовать свою жизнь так, что то, что вы и так любите делать, оказывается при этом инвестицией, то вы не проиграете точно. Во-первых, вам нравится это делать. И даже если вы не получите никаких прибавок, вы получите удовольствие от процесса. Понимаете? То есть проиграть вы не можете. Во-вторых, если вы что-то любите делать, вы, скорее всего, умеете это делать, у вас какие-то есть как-то таланты, способности. Значит, есть шанс, что вы окажетесь вот здесь. По результатам. Вы как бы будете не просто средним человеком с этими компетенциями, у вас они будут очень хорошо инсталированы. Вот. Ну и в-третьих, если вам что-то нравится делать, вы, соответственно, на это тратите больше времени, вы готовы интенсивнее работать и так далее. Вот. Это все звучит, я понимаю, как-то очень так утопически, да? Потому что, потому что есть еще какие-то нюансы. Вот я бы сейчас попробую сказать про свою жизнь и попробую цены нюансы сформулировать. Потому что, ну, не просто сказать, ну, мая копия, я пью пиво по вечерам. Является ли это инвестицией в себя? Вроде как и не работали. Ну или, то есть, вы должны делать то, что вы любите, но как-то особенным образом это делать, чтобы это была инвестиция, а не просто времяпрепровождение. Вот. Значит, теперь я буду рассказать вам про свою жизнь. Я это никогда не рассказал про свою жизнь, про это жанр. Я считаю, что я основной. Когда я по этому формату вот, я по счету буду уметь, что у нас это сделать. Значит, смотрите, я родился в конце 74-го года в Ленинграде. Значит, в университет я поступал в 92-м году. Что представляет из себя Бандитский Петербург в 92-м году? И как там все дела с высшим образованием? Что вообще это такое? Вы понимаете, это вообще страна рухнула год назад, денег ни у кого нет. У меня очень простая семья таких инженеров-строителей. Они кооперативы не открывали в конце 80-х, поэтому они были вообще намерить. Начало 90-х, все. Ну, квартира у нас была, мы жили вчетвером с моим братом еще. Ну, вот и все. В Инограде Петербурге. Вот. У меня... Ну, я учился в хорошую школу, правда. В хороших всяких пизнах школах я учился. И у меня было два интереса. Я любил физику и литературу. Вот у меня было два интереса. И когда, значит, пришло время поступать в университет, мне, соответственно, мама так подошла ко мне, помню, говорит, ну, наверное, нужно на экономику, наверное, надо идти. Или вот юриспруденция. Но проблема в том, что, по-моему, без плата невозможно было поступить в СПБГ на экономику в 92-м году. Игра, я помню, какого. Плошной была. Вот. Либо взятки, либо, соответственно, надо идти было за деньги учиться уже в коммерческие всякие места или коммерческие университеты. Денег не было. Говорит, ну, давай, может быть, мы соберемся. Вот. Но я сказала маму, нет, не только, потому что я люблю свою маму. Вот. Ну, и потому что я вырос в среде, вот, об этом почему-то мало говорят, вот, среда вот этой вот питерской интеллигенции, вот этого скалопа интеллигенции Оляра Стараповича, я не знаю, с Вишневской, не знаю, с Собчуком, а такой обычный, ну, просто люди, занимающиеся, имеющие высшее образование, работающие, да, имеющие специальности. У нас считалось неприличным говорить о деньгах и даже о них думать. То есть вообще фактор денег не упоминался в разговоре. Вот. Я просто так вырос, я как бы не думал, то есть и поэтому идея того, что я должен выбрать профессию в университете, которая даст мне максимально возможно зарабатывать деньги, была просто у меня органически чужда. Это было второе, почему я сказал, мам, мне памятку в экономику, тем более за деньги изучать. И я пошел на физический факультет. Значит, я пошел на физический факультет, первый курс я закончил, мне там не очень нравилось. То есть я понимал, я там, я без на школу учился, я мог, наверное, стоять нормальным средним физиком. И если бы я тогда думал, так, надо инвестировать в себя. Все-таки лучше физика, чем русская литература. Все-таки это как-то, ну, как-то, ну, конечно, экономика, но вроде бы ближе мы можем, там, не знаю, поехать за границу, наверное, да, там, работать физиком. Вот. И я бы тогда, наверное, остался на физфарке, я бы закончил физфарк, и стал бы программистом, потому что практически все мои однокурсники потом стали программистами. Потому что там были какие-то деньги, там, в конце 90-х годов, по соответствии физики денег не было вообще. Вот. И влачил бы жалкое существование сейчас. Чувствовал себя несчастным, работал бы авторософтным программистом. Вот. Но, к счастью, я не думал о том, что надо инвестировать в себя и в собственное будущее. И подумал, мне больше нравится, там, не знаю, Антон Павлович Чехов, Кавка, Брус Джойс и прочие прекрасные, значит, авторы, пойду-ка я лучше их почитаю. И я пошел их читать. Вот. Поэтому все 90-е годы я проучил с гонекологическим факультетом на русском отделении, занимался теорией литературы и вообще не думал о завтрашнем мире. Вот. Но это вот вопрос о том, что ты делаешь, что же тебе нравится, но с неким отличием. Потому что, если бы я пошел, как мои там некоторые однокусницы в основном, да, девочки, в честной полфайки, если бы я туда пошел, думаю, да, но я хочу стать школьным учителем литературы, ну, я бы изучал те вещи, которые, наверное, пригодятся. Ходил бы, наверное, там, не знаю, классы, как бы там, ойтики, там, что-то такого. Я совершенно не хотел работать в школе учителем литературы, а вообще работать не хотел. В смысле, я не думаю о том, что я... Ну, потому что было бесполезно. Нельзя в середине 90-х годов планировать свою карьеру. Ну, ты не можешь планировать свою карьеру, когда все умерло, ничего нет, нигде денег не платят, профессора у меня в университете получали зарплату, которую потом на проезд до места работы. Ну, то есть, ну, как бы, ну, то есть, ты будешь планировать свою карьеру. Ну, я просто я про нее не думал, а просто делал то, что я хотел. Потому что я делал то, что я хотел, у меня были высокие требования. Мне совершенно не нравилось, как большинство профессоров у нас преподают, мне совершенно не удовлетворял культурами стопугушной. И вообще, я, так сказать, чем-то интересовался, против чего-то там... Короче, мне было интересно, мне было интересно в определенные вещи, у меня были высокие стандарты в этих вещах, поэтому я, в принципе, критически относился к своим однокурсникам и к своим профессорам, но кто-то мне очень там нравился, ну, блин, хорошие тоже профессора я еще тогда был. Вот. Такие, советская инерция существовала. Вот. Ну, вот. И вот я этим занимался, занимался, поспутил, после этого я сейчас заканчиваю эту колебриацию. 98-м год. Как раз, соответственно, рухнули, рухнули. Вот. И, соответственно, я думаю, а что делать-то? Ну, что делать-то? Ну, идти в аспирантуру-то. И я пошел в детективе дезинцентацию про классическую русскую литературу. Вот. Какие карьерные перспективы открывала мне эта кандидатская диссертация? Было совершенно непонятно. Но я делал то, что я хотел. Да, параллельно я выучил английский язык. За счет чего выучил английский язык? Потому что я зарабатывал деньги мутем преподавания английского языка все семь лет, пока я там начал университет. Семь лет я преподал английский язык. Часто мог. Собрал просто уроки. Зарабатывал больше, чем мог. Мои родители вместе взяли. Потому что был большой спрос. Я немножко английский знал. В процессе того, когда что-то преподаешь, ты невольно сам учишь. И в итоге я вот выучил нормальный английский язык. У меня никаких особой способностей нет. Но это была работа. Я вот шел. Да, вот у меня был день, когда у меня было в неделю. Я помню, было 5 уроков в разных частях города Санкт-Петербург. Хорошо было утром выпить пиво. Если утром выпить пиво сразу, то первые 3 урока проходят на ура. Ну то есть быстро проходят. Главное, чтобы быстрее на все больше. У нас проекта же решительно интересная. Но я получал деньги. Кэш я получал. И тогда было понятно, за чем я тратил свои деньги. Я не инвестирую в себя. Я просто заработаю деньги. Потому что надо жить на квартиру и так далее. Поэтому, соответственно, вот я. Вот. Но дальше я пошел в аспирантуру. В аспирантуру мне, опять же, было нехво учиться. У меня были какие-то интересы, которые не удовлетворяли у нас КБГ. И я взял и уехал в Америку. Да, после этого. Ну почему, опять же, уехал в Америку? Не потому, что я думал, так, в Америке лучше карьерные перспективы. Там, наверное, больше денег платят. А просто потому, что там были научные школы, условно говоря, которые я, которые меня интересовывали с 1935 года. Я читал эти книжки. Это были какие-то подвиги. В моральном тюше приезжал, я не знаю, из Питера. Я ездил в Москву в читальном зале и читал книгу, которую сдали в Елсо-Сибирском университете в 1979 году. То есть, это не реалитет какой-то. Просто такой книги не было в Петербурге ни одной. Москве была одна в читальном зале и прийти к иностранной литературе. Рассказывал с вами, так сказать, в Берклее друзьям, что вот я ради того, что Поля Дамана читал, читать, как он ездил в другой город, жил там, у родственников где-то там на полу и ходил в читальный зал. Они были, они, вот, вот это правильное отношение к знаниям. Тоже там эти книги, вот. Ну вот и все. И я уехал в Америку. То есть, я поступил на PhD-программу, так называемую. Уступил там в 4 места. Мне платили стипендию, сильно превышающую среднюю российскую зарплату. Вот. И, соответственно, я там занимался чем-то, чем я хотел. У меня там, ну, я не буду рассказывать про свой специальный интерес представитель. Короче, я все время занимался тем, чем я хочу. Вот. И поскольку я не пытался вписаться в эту систему, я отличался, опять же, там, от тех, кто там занимался вот на департаменте тем, чем я там. Я много чем занимался. Я писал диссертацию вторую по кино. Вот. То есть, я хотел входит в кино. Да? То есть, вот вы вечером смотрите кино. Это называется «Арайп Май Очень Пейтон». Вы, ну, отдыхайте. А его скринина, пил. Вот есть такая глагол скрин, которая значит, что не просто смотришь, а это твоя работа такая. Ты кино смотришь, его скрин, потому что она тебе же пишет про кино. Тебя надо про кино знать. Вот. И поэтому, сидя, ну как-то два человека сидят на диване вечером с куккорном, один просто отдыхает, а второй вкладывается в собственную самую тусанку. Инвестирует в себя, короче, в данном случае в свои какие-то там идеи научные достижения. Ну вот. Ну и все. Ну а потом я поехал в клумбийский университет в качестве постдока. Опять же, я попал в клумбийский университет в качестве постдока, потому что у меня был нестандартный профан. Меня не взяли на работу в обычный американский университет преподавать. Потому что я не очень вписывался в их, как бы, ментальные схемы. Но меня взяли в крайне престижное Society of Thoughts and the Humanities. Это то же самое, зарплата такая же, при этом это и Нью-Йорк-Манхэттен, бесплатная квартира, работать только не надо. Очень трудно туда попасть. Но именно туда я попал. То есть я не попал на более плохие места, на более крутые места я попал. Почему? Потому что я был такой, естественно, нестандартный. Вот. Потому что в Англии два года прожил, то есть я всего будет 10 лет жил за границей. А потом я как-то устал от всего этого. Мне захотелось домой. Я вернулся в Петербург. Некоторое время там что-то поделал. О, года. А потом я, соответственно, оказался в Московской школе управления школы. Значит, почему? Я никогда в жизни не был в бизнес-школе. Я не учился в бизнес-школе. Я не думал, что я буду профессором в бизнес-школе. Я к бизнес-школе относился очень плохо. Правильно? Потому что в университете в нормальном все считают, что бизнес-школа – это для дебилов. Вот ты никуда не смог ничем заниматься, ты идешь заниматься бизнес-стайвис. У тебя там самая маленькая прибавка к твоему интеллекту происходит за время обучения. Люди там занимаются исследованиями, которые не являются неполезными. Они их уникальны в пользу и не являются технически строгими. То есть они не развивают здания. Но зато у них, типа, много денег, потому что на технике бизнеса они как-то связывают бизнес. Вот. Каким образом я такой вести себя, у которого одна диссертация, значит, про… Называлась деконструкция классической русской литературы от риторики секса к риторике истории, а вторая диссертация называется «Дравма и идеология в советском кино» 29-45-й, оказываюсь в бизнес-школе Сколково. Должен профессор. Ответ. Потому что в какой-то момент оказалось, что бизнес-школа Сколково ищет нормального человека, который разбирается в университетах. А таких людей нет. Двух как по кругу. То есть есть люди из какой-нибудь вышки, но они совершенно какие-то вот они вышки. Они, во-первых, в российских университетах разбираются, а я все-таки в разных странах, в твоих университетах на 20 лет. Вот. И я познакомился с Андреем Евгеньевичем Волковым, который тогда был ректором Сколково. Мы с ним. И он просто меня хэдхантер нашел, сказал Андрей, вот смотри, на ней еще такого странного человека, как вот вроде ты подходишь. Но я пришел к этому ректору, мы пять часов с ним разговаривали о смысле жизни. Мы не разговаривали с ним, а мы с ним, а бизнес-школес. А просто он сказал, по мысли-то поговорили, он понял, что да, я как-то о чем-то думаю. А о чем-то я, почему я о чем-то думаю? Потому что мне все время было скучно заниматься просто чистой академией. То есть я что-то делал еще. То есть я там какие-то, не знаю, организовывал форсайт-сессию, вот в Екатеринбурге, я помню как-то о форсайт-сессии, что на иноплозе. Ну и все, что-то такое, в общем, я как бы выходил для аниме. Вот. Ну вот, я оказался в Сколково. В Сколково, значит, первый месяц было непонятно, чем мне там заниматься. То есть я просто сидел, мне было, нет, ну, профессор Шербинок. Вот. Но непонятно было, что я делал. А потом ко мне пришла коробка на Зайкинское, там был такой СИДЭК, который у нас занимается, и сейчас это главный вообще в стране, Центр по трансформации университетов. Один из его клиентов, это, ну, если оба местного университета, это его клиенты, индустриальный и Тюнгу. Но Тюнгу был более ранним клиентом, более активным. А Фальков, который сейчас министр образования и науки, это, естественно, наш студент, наш выпускник там и так далее. Вот. Они как раз тогда заходили вот на этот рынок университетов, и они говорят, а давай ты будешь вести проектную работу на интегрированной программе для администрации Архангельской области и, соответственно, университета, Северно-Актического федерального университета. Тут у нас такая программа, 50 человек, там какие-то замгубернаторы, министры Архангельской области, пролектора ИССАФУ, и вы будешь организовывать их проектную деятельность. Значит, я не знал, что такое проект вообще. Я не занимался проектной деятельностью. Вот. А и тут я должен руководить проектной работой, вот тут я модераторы сидят, они в группу будут работать, и вот ты должен, значит, 6 месяцев, там, 2 недели в месяц, вот они приезжали. То есть, я думаю, что если бы я ставил себе карьерную траекторию, я думаю, так, надо мне стать руководительной проектной работы в Сколково. Давайте я сначала поеду в Тольятти, потому что на тольяттинской мафии, значит, захватила это в свое время. Значит, там люди вот из Тольятти, ну, это один из еще один человек, и Сколково мафия головой, она из Толбска. Но, тем не менее, Тольятти доминирует. Вот. И вот это. И я бы, значит, пытался сделать карьеру, потом бы я стал каким-нибудь, наверное, младшим модератором, потом стал бы старшим модератором, и некоторые из них потом, когда-нибудь, может быть, стали руководительной проектной работы. Я бы делал карьеру в бизнес-школе, это называется. Я не делал карьеру в бизнес-школе, я бы шел сразу на русскую позицию, просто потому что я отличался, а был один человек на рынке. Вот. Ну и, соответственно, вот, и там, ну и там я по ходу дела научился, но если ты, в принципе, соображаешь, то ты можешь научиться руководить проектной работы. Некоторые коллеги считают, что я так и не научился, но я провел все интегрированные программы для многих разных клиентов. Ну, что было нормально. Не говоря, огромное количество процессий. Вот. Ну и потом возникло Тюмгу, Тюмгу был просто нашим клиентом, мы ездили в снаторий Сибирь здесь все время. То есть, мое знание о Тюмени, это было знание про, соответственно, дорогу из аэропорта в снаторий Сибирь. Назад в аэропорт. Мы приезжали, университет приезжал туда, и мы там разрабатывали разные проекты с ними. В частности, разработали проекты. Давайте сделаем такую школу, которая сразу будет хорошая. Не будем просто весь университет медленно куда-то поднимать, а вот сразу сделаем какой-то мирового класса что-то. Мы тогда разработали такую идею, ну и все. Разработали, пошел. А тут ко мне пришел, значит, ректор. И говорит, а может, ты будешь директором этой школы? Я живу в Москве. У меня есть работа в Скоково. Тюмени. Я в Тюмени не был. Я только был кто-то с натурой Сибирь. В общем, я, конечно, сказал, ну долго с ним разговаривал. Я понял, что это такой челлендж, что он что-то сделал самому. Не просто за градотрядом работать, запихать другие университеты, и ругаться на них, что они плохо работают, ничего не меняют, значит, остыли в советском прошлом. А что это сделать? Ну, я, соответственно, стал это что-то сделать. Опять же, я оказался на должности того самого директора школы перспективных исследований, имел любой опыт работы в университетской администрации. Я не делал карьеру в университете. То есть, если бы я делал карьеру в университете, то есть, ну, кстати, завкафедры, кого-нибудь подсидеть, там, стать деканом, если повезет. Потом, может быть, проректором, да, потом тебе скажут, ну, окей, теперь делай свой Гренфилд. Вот. А я, соответственно, нет. Ну, конечно, я что-то знал про университетское управление, потому что я с этими университетами для этого пять лет, я с Волкову, соответственно, работал, вот. Ну, короче говоря, вот, и у меня мораль такая, да, что, может быть, конечно, мне просто повезло в жизни. В нужный момент оказался Волков, в нужном месте даже exhaustался. Вот. Но все равно, мне кажется, в моем случае, вот эта стратегия работает. То есть ты делаешь то, что тебе нравится делать, вообще не думая о будущем. Ты достигаешь в этом каких-то результатов. Когда ты делаешь это, ты делаешь это, поскольку не ради чего-то, а ради самого процесса, у тебя возникают повышенные требования к самому процессу. И ты начинаешь отличаться от тех, кто рядом с тобой делает то же самое ради того, чтобы сделать карьеру. То есть когда я учился на филфаке, я не думал, что у меня будет карьера учителя литературы. Поэтому совершенно не так учился, как будущий учителем литературы. Когда я учился там в Меркли на ПЕЧТ-программе, я тоже не думал, что моя задача обязательно где-то там найти работу. Я просто, блин, кипит, я интересовался, не знаю, лаком, кексикоанализм, еще чем-то, вот этим занимался. Вот. Ну и так далее. И оказывается в какой-то момент, что это выгнешная стратегия. Потому что просто делаешь. Но при этом, если бы сейчас, например, выяснилось, что даже на каком-то более раннем этапе своей жизни, что раз у меня рак, я сейчас умру через месяц. Я бы не думал, чтобы я инвестировал в себя столько лет, и все зря. Потому что сейчас умру, и все. Потому что я готов, у меня есть любой момент, потому что все, что я делал до сих пор, я делал на то, что я хотел. Ну, то есть я бы предпочел еще лет 20 что-то поделать, да, или 30. Но в любом случае, вот эта ситуация, что я начну жить потом, а сейчас я пытаюсь унивестировать свое будущее, это, мне кажется, очень опасная стратегия, поскольку мы все смирны. Вот. И надо бы, как бы, жить каждый день так, чтобы получать удовольствие. И потом оказывается, что все, что будет, все прекрасно. Все, спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что можно играть в спортсмене, в Казахстане, в Казахстане.